всем привет это канал хочу жить могу бросить пить давайте об этом сегодня поговорим итак человек не может бросить пить я сегодня расскажу о пяти типах личности пяти типах людей которые как они относятся к алкоголю и почему они не могут бросить пить итак первый тип это человек который ну бывает пьет раз три дня или каждый день или хотя бы регулярно раз два в неделю по обычным по пятницам хапогли по выходным этот человек он не признает свою зависимость считает что у него все в порядке он не осознает всю тяжесть алкогольной зависимости всю тяжесть алкоголя весь вред алкоголя который наносит он считает что он расслабляется так после тяжелой работы на самом деле он угнетает центральную нервную систему и по сути не отдохнувшим опять идет на работу ну нет немножко он там отдохнет он все-таки спит немножко отдыхает ну как бы он отдохнул если бы он не употреблял алкоголь отдых было бы гораздо качественнее такому человеку к сожалению не помочь пока он не признает свою зависимость даже о речи идти не может о том чтобы помочь ему и вот еще хочу что сказать не стоит подливать такому человеку какие-нибудь капельки алкоголь как вот мне подливали да и многим подливают я знаю там типа корма еще какие-то я не помню название сейчас вот они думают как что подольем вот близкие думают мы подольем сейчас и потом он когда выпьет человек он будет у него отвращение и близкие думают что у него будет отвращение ко всему спиртному нет у него не будет отвращение он через страх смерти через силу через вот это все что внутри вот говорит не пей он все равно выпьет и этим самым вы можете погубить его совсем поэтому не нужно подливать ничего пока человек сам не сознает пока он не поймет не дойдет до того момента когда пора просит пить он ничем ему не помочь следующий тип это человек который осознал проблему и решает что надо бы не попить недельки 3-2 там а потом опять дальше продолжать такой же образ жизни такого человека не ждет ничего хорошего он опять катится в яму потребления опять даже с какого места он начал бросать еще не бросать а вот перерыв сделал даже еще хуже может скатиться всякие там поводы причины и стрессы все это будет у него в голове и ну это постапсиненный синдром будет у него возникать и он будет опять опять употреблять следующий тип это человек который закодировался и пьет только безалкогольное пиво то есть он считает что закодировался и кодировка его вылечила или он вылечивается пока он закодируем нет это не так вот тут будет ролик про кодировку также в описании я оставлю что кодироваться это бестолку кодироваться это не лечиться это просто запретить доступ к алкоголю и все а потом человек начнет пить еще больше поэтому не стоит кодироваться и также не стоит пить безалкогольное пиво вот здесь будет ролик про безалкогольное пиво там я объяснил что не надо его пить это обратно приведет к срыву к употреблению еще я не знаю ни одного человека кто пил бы безалкогольное пиво во время кодировки не забухал бы еще больше больше он больше также не важно в общем не вернулся в свое старое состояние следующий тип это человек который осознал проблему признал что зависим закодировался не пьет безалкогольное пиво но врач ему сказал что можно будет после того как кодировка пройдет как время выйдет можно будет по кальчик красного вина или там 50 грамм коньяка наркологи прекрасно знали что человеку который пьет который алкоголик который зависим ему нельзя будет ни капли что это вернет его обратно в употребление я ничего не хочу плохого сказать про врачей наркологов просто такое было в начале двухтысячных в конце 90-х годов у нас в городе было такое когда платные клиники только строились и было две-три в городе всего может быть и меньше одна-две такое процветало как раз когда у меня сестра кодировалась и отец потом кодировался это все было сейчас такого я не слышал нет такой информации мне я ничего не могу сказать такой человек конечно опять когда пройдет кодировка срок он опять вернется употребление пусть не сразу но сначала бокальчик вина или там ручка ника и так она пойдет поедет в итоге европы искать сон если еще сильнее начнем бухать следующий тип это человек который привинал свою зависимость но не может он никак не может остановиться сам тогда он кодируется как костыли использует кодировку и чтобы не сорваться на этой кодировке и вот тогда у него может все получиться он закодируется там на 2-3 года и если за это время найдет какое-то хобби какое-то занятие то у него все получится также сменит свое мышление и последний тип человек который осознал признав что он зависим и и сам изучая информацию про зависимость про алкоголь про все вот это и проходит 18 месяцев за эти 18 месяцев он нашел себе хобби нашел занятия нашел как расслабляться как заменять ну удовлетворять свою пустоту которая была занята алкоголем вот у него все получится он бросит вот я вкратце рассказал какие бывают типы людей зависимых это был канал хочу жить подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки делитесь этим видео нажимайте также на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока